Добрый день! Меня зовут Малахова Ирина Андреевна. Я воспитатель-хореограф детского сада «Здоровый ребенок». Сегодня я расскажу вам про семейную йогу и покажу, как можно заниматься с детьми. Семейная йога практикуется в парах – родитель, ребенок, и несет в себе много пользы. Эти занятия помогут улучшить самочувствие взрослых, а у ребят развивают внимательность, моторику, гибкость и координацию. Ну что, Анют, начнем? Конечно же, мы начнем с разминки. Садимся, скрещиваем ноги. Удобно должно быть и маме, и ребенку. Начинаем качать головой в правую сторону. При этом имитируем звук часиков. Тик-так, тик-так. Меняем направление головы назад-вперед, а звук меняем на дин-дон, дин-дон. Обязательно в разминку головы включаем вращение, говоря о том, что наша голова яблочко, и оно катится по тарелочке. А теперь наши руки поднимаются наверх и опускаем вниз. Вытягиваем ноги, попу поднимаем вверх, опускаем вниз. Ноги вверх, ноги вниз. Чередуем данные движения и затем ускоряемся. А сейчас превращаемся в жуков и идем по кругу. Сначала большой жучок идет вперед, а маленький за ним. Затем меняем направление. Следующее упражнение – кошечки-собачки. Наши детки превращаются в собачек, так как сейчас показывает Аня, а наши мамочки становятся кошечками. Внимательно следите за ровными спинками детей. После выполнения упражнения меняемся ролями. Ну что ж, а теперь превращаемся в бабочек. Руками обхватываем носочки и машем нашими крылышками. Во время упражнения можно пофантазировать, какого цвета ваша бабочка, а какого у ребенка. Тем временем бабочка долетела до цветочка и стала его раскачивать вперед-назад. Наклонитесь вперед максимально низко. Следите за спинками. В следующем упражнении вам необходимо сесть друг к другу лицом. Разведите ноги так, чтобы вам было удобно. Возьмите друг друга за правые плечики. Левые руки спрячем назад. Скручиваем спинки и смотрим назад. После выполнения поменяйте руки. Следующее упражнение очень увлекательно. Разворачиваемся на животике, ножки ребенка внутри, а мамины снаружи. Поднимаемся в позу собаки и рычим. Опускаемся на животы и воем на луну. Ну а теперь на разогретой спинке попрактикуем мостики. Ребенок ложится на спинку. В первую очередь поднимаем попу, ладони под спину. Мама в это время страхует. Не тяните ребенка наверх. Он сам сможет определить свою возможность. Держим пять счетов и поднимаем. В заключение сбросьте нагрузку со спины и покачайтесь, как орешек, вперед-назад. После комплекса отдохните и просто полежите на коврике. Вы большие молодцы! Поблагодарите друг друга. Рекомендуется заниматься йогой с детьми один-два раза в неделю. Самое главное регулярно, чтобы ребенок знал, что, например, по субботам его ждет увлекательный класс йоги. Это приучает детей к дисциплине и способствует получению больше пользы от занятий. Желаем вам удачи и хороших тренировок! Субтитры подогнал «Симон»!